Алексеева 3. С виду обычное общежитие, однако зайдя внутрь, нужно надевать капюшон или доставать зонт. И это не шутка. Дело в том, что еще в воскресенье 22 ноября на четвертом этаже в одной из квартир прорвало трубу. А там, как утверждают жильцы, никто не живет. Неделя подходит к концу, а затопление нижних этажей до сих пор продолжается. Тазы и ведра расставлены в каждой квартире. Собственники утверждают, что за помощью они обращались уже везде, но почему-то решить проблему так никто и не смог. Мы вот уже двое суток не спим. У меня бабушка больная. Не до нее я кинула. Ее, значит, она парализованная. Я должна бегать где-то, что-то искать. Звонки наши никто никак не воспринимает. Вы не наши, вы звоните туда, вы звоните туда. Нас везде посылают натуральным образом. Никому дела нет, ни до чего. Здесь дети, здесь, значит, люди без электричества, без воды, без отопления. Это вообще беспредел. В этом доме, куда ни глянь, везде есть свои изъяны. В коридоре с лампочки стекает вода, проводка находится в аварийном состоянии, со стен давным-давно отпала штукатурка. И, как заверили жильцы, ремонта здесь не было как минимум 15 лет. У нас проблема в том, что мы собираем деньги, а у нас нет никакого ремонта. У нас дыры, плесень. У нас по всем стенам идет плесень. Одна голимая плесень. С детьми жить тут невозможно и нереально. Что касается директора управляющей компании, то, по словам местных, она никаким образом не реагирует на просьбы жильцов. И этот случай не единичный. Потоп идет с 7 утра с воскресенья. Началось с того, что постучался к нам, а мы на втором этаже живем. Постучался мужчина и говорит, что вы на втопите. Мы посмотрели, что у нас бежит с лампочки вода. В воскресенье мы сразу же позвонили, был в курсе сантехник, была в курсе. Она ничего не делалась. Пока в ночью, получается, в воскресенье на понедельник мы здесь не спали. У нас ручьем бежала, у нас сверкала проводка. Тогда мы позвонили утром ей, сказали, что мы будем звонить на телевидение. Везде, везде, везде. Тогда они прибежали с сантехником, воду перекрыли. И все. И по сегодняшний день никого нет, а вода продолжает бежать. Жильцы за помощью обратились в службу МЧС. Те проникли в квартиру и перекрыли воду. Однако остатки воды до сих пор стекают вниз. Мы связались с директором управляющей компании. Она нам рассказала, что все необходимые работы были проведены. Там сейчас вот это уже на третьем этаже, с третьего этажа просто остаточное явление. Вот вода натекла, а там вот хозяев ни в третьей квартире нету, опять же. И там они просто эту воду не убирают. И поэтому она просто стекает. А так уже оттяг вот устранен. Сейчас остается надеяться, что общими усилиями жильцов и управляющей компании удастся решить данную проблему. А будет ли возмещен причиненный ущерб хозяевам затопленных квартир, остается загадкой. Александр Мироненко, Андрей Глазырин, Александр Бутаков, информационное агентство Курганру.